Здравствуйте, уважаемые вышивальщицы, уважаемые участницы совместного проекта вышивки Я вышиваю картину и все зрители канала Оксана Дереза. Так случилось, что организаторы вашего проекта пригласили нас стать спонсорами вашего проекта. И мы с удовольствием согласились. Знаете почему? Потому что мы тоже вышиваем картины. А еще мы делаем схемы для этих картин. Мы подбираем материалы для вышивки этих картин. Мы комплектуем наборы для вышивки. И мы продаем эти наборы вам для того, чтобы вы вышивали картины. Наверное, у вас возник вопрос, почему мы ограничили получателей своих призов для тех, кто вышивает более 65 цветов. Поверьте, не из вредности. Просто, как говорится, дорогая ложка к обеду. И мы хотим, чтобы наши подарки, наши сертификаты на покупку наборов СТ попали в те руки, которые их ждут, которые их вышьют. Ведь, честно говоря, у нас у всех дома есть где-нибудь такая коробочка, куда мы складываем такие подарочки, которые потом не знаем, куда пристроить. Так вот, мне хочется, чтобы подарки от нашей фирмы, вам, вашему проекту, попали в нужные руки. А кто-то не любит многоцветки. Он просто всегда вышивает малоцветные небольшие сюжеты. А кто-то просто вообще не любит СТ. Вот поэтому мы и ограничились теми, кто, во-первых, готов к многоцветкам. А, во-вторых, хотел бы именно набор вышить нашей фирмы. Поэтому мы бы попросили сделать такие вот ограничения. И я надеюсь, что все подарки, полученные от нас, будут вышиты в следующем проекте или не в следующем проекте. Но будут обязательно вышиты, обязательно будут украшать вашу жизнь. А не лежать где-то мертвым грузом. Сколько времени комплектуется набор СТ? Официальное время сборки, о котором мы всегда говорим своим заказчикам, 10-15 рабочих дней. Как правило, мы успеваем сделать быстрее. Но это не касается тех периодов, когда у нас идут акции. Акции это, ну, вы видите, да, в сайте всегда есть объявления об акциях. Как правило, это огромное количество заказов, которое превышает нашу месячную норму там в несколько раз. И мы тогда с извинениями просим у вас разрешение комплектовать заказ до 30 дней. Ну, не успеваем. Как оплатить набор из-за границы? Да, у нас действительно есть вышивальщицы в таких отдаленных уголках мира. Вы знаете, название некоторых стран я вообще узнала впервые только, потому что оттуда пришел заказ. Он нас вышивает и в Австралии, и в Китае, и в Корее. Что вообще странно думала, что китайцы уж никак не заинтересуются нашим крестиком. А мне очень даже интересуются. Оплатить можно двумя способами. Это если в вашей стране, в вашем банке есть конвертация в рубли, тогда вы платите через свой банк на наш расчетный рублевый счет в банке в Москве. В Сбербанке у нас счет. Только, пожалуйста, предварительно, прежде чем платить, узнайте у нас, мы вам скажем, как пересчитать курс. Потому что, как правило, банки считают по какому-то такому экзотическому курсу, что чуть ли не в половину меньше денег мы получаем. А если это какие-то сложности с таким банковским переводом, то очень просто через платежные системы Western Union, Contact, MoneyGram, Unistream. В общем, любые платежные системы, которые существуют у нас в стране и у вас в стране. Когда вы сделаете свой заказ, мы подробно проговорим, каким образом, сколько и как вам перечислить денег. Это не самая большая проблема, поверьте мне. Оптимизаторы. Возможно ли купить для других проектов, если это не набор СТ? Вот вы опоздали с этим вопросом, потому что буквально месяц назад мы сняли эту услугу. Мы действительно делали оптимизаторы для любых других схем, не СТ, любых других. Потому что без оптимизаторов я теперь даже детские ростомеры не сажусь вышивать, потому что, конечно, оптимизатор. Это очень удобно, это очень быстро, это отсутствие ошибок, это убыстрение скорости, когда я взяла нужную иголку и тут же поставила на место, взяла следующую. Это быстро, удобно. Но вот мы так загружены теперь своим основным направлением, своими схемами СТ, и мы сняли все дополнительные услуги, которые у нас были в течение 8 лет, но вынуждены от них отказаться. Но не расстраивайтесь, пожалуйста, потому что оптимизаторы, когда они не очень большие, да и большие тоже, вполне можно сделать самостоятельно. И на сайте, на сайте золотая инфо, есть такой, называется у нас народный учебник современной вышивки. Вот зайдите на этот сайт, там есть раздел об оптимизаторах. И там есть шаблоны, таблицы, шрифты, как сделать, как сортировать, как распечатать, как это все сделать в компьютере. Очень подробно все описано. Вы почитаете и сами сделаете себе оптимизатор для своего любого другого проекта. Вот этот сайт внизу написан, видите? На какой конве вы рекомендуете вышивать, если это первый набор эстет для вышивальщицы? На какой конве вы лично любите вышивать? Когда вы берете вышивать первую многоцветку, я очень не советую менять что-нибудь еще в ваших вышивальных привычках. Вот если вы любите вышивать румынские гобелены петитпойнтом, ну, гобеленовым стежком на румынской вот сетке, то так и заказывайте работу для петитпойнта на 25-й сетке, гобеленовая сетка. Вам будет привыч на руке, привыч на глазу. Если вы привыкли вышивать крестиком, то берите вышивку крестиком на той конве, на которую вы вышиваете. На 18-й очень хорошо. 18-й всегда хорошо. Это вот классика жанра. Никогда не будет плохо на 18-й. Хотите крупнее, берите 16-ю. 14-ю я не очень советую, потому что... Понимаете, когда мы вышиваем с вами на 18-й, например, на 20-й, на 16-й, у нас крестик, он как такой, как пупырышек торчит. И он закрывает всю плоскость этого квадратика. А когда мы берем 14-ю канву, то крестик становится... Две нитки, да? Крестик становится таким плоским. И вот в этих промежутках будет вполне вероятно просветы канвы, особенно на темных цветах. И это не есть хорошо. Ну, хотя мы делаем и на 14-й в виде исключения, делаем наборы на 14-й. Вышивайте привычным способом. Привыкли по цветам, вышивайте по цветам. Меня часто спрашивают, обязательно ли надо вышивать парковкой. Боже мой, боже упаси, не трогайте в эту парковку. Парковка это отдельная песня. В ней есть хорошие моменты, в ней есть плохие моменты. Ей можно вышивать что угодно, можно не вышивать ничего. И вообще про парковку мы когда-нибудь поговорим, я сделала специальный ролик отдельный. Но опять-таки хочу сказать, что не вносите ничего непривычного. Вот как привыкли вышивать, скорее всего по цветам, так и вышивайте по цветам. Потому что вам вполне хватит других сложностей, связанных именно с тем, что это многоцветка. С тем, что у вас очень много цветов и они очень часто чередуются. У вас здесь не получится, так как вот, вот я вышла розовый лепесточек, я к нему приделала сбоку желтый, вот тут вот зеленое пятнышко. Не будет такого, у вас все это будет вот такой чехардой. Два крестика здесь, два здесь, один здесь, три там. Все, и у нас они все время чередуются. Поэтому по цветам это такое весьма условное понятие для вышивки многоцветки. И это уже будет сложно. Вот вам нужно в первую очередь своими привычными наработанными способами освоиться вот с этой чехардой многоцветки. Когда вы ее освоите, вот тогда можно пускаться во всякие эксперименты. Брать другую канву, брать другой стежок, брать там тоже пресловутую парковку. В общем, можно уже развлекаться от скуки. А сначала главное освоить эти много цветов и не запутаться в них. Возможно ли вступить в народный кредит в середину года или только в декабре на следующий год? Да, народный кредит мы формируем группы один раз на целый год вперед. И практически не бывает таких возможностей вступить в середине года. Нет, на год вперед. Да, на год вперед. Какие бывают скидки, бонусы для покупателей? Возможно ли купить набор в рассрочку? О, у нас множество способов купить СТ дешевле. На канале Лавочка Фундучка есть такой ролик, называется СТ это дорого. 14 способов купить СТ дешевле. Вот, посмотрите этот ролик. Там 14 способов я насчитала. Ну, что-нибудь, наверное, забыла еще. Ну, самые большие у нас скидки, это 10% на схему недели. То есть, каждую неделю у нас появляются схемы со скидкой 10%. Это очень выгодно, но это совершенно непредсказуемо, потому что эти схемы у нас выбирает компьютер. И мы сами никогда не знаем, что же именно в понедельник у нас получат скидку. Это вот лотерея, везение. В общем, по понедельникам заглядывайте на наш сайт. Еще 10% скидка у нас бывает перед летними каникулами для хомяков. Называется День хомяка. Тоже 10% за каждые две купленных наборы. Ну, вот традиционные скидки выставочные. 7% и бесплатные оптимизаторы. Они бывают на всех выставках, где мы принимаем участие. А для тех, кто живет не в выставочных городах, за месяц до выставки мы открываем акцию выставочной скидки для иногородних. Где все люди, вот сейчас 14 января начнется такая акция. И все те, кто не живет в Москве и Санкт-Петербурге, могут заказать у нас понравившийся набор со скидкой 7%. И оптимизаторы мы делаем бесплатно в подарок. Но у нас ведь можно же еще не только получить скидку, но можно еще и заработать. Потому что вы вышиваете свой набор, а мы вам выдаем сертификаты за разные суммы, денежные суммы, за разные ваши достижения в вышивании. Так у нас действует программа первоотшеров картин, на которой можно заработать до 3000 рублей. И еще у нас есть марафон. Наш марафон длинный, он целый год действует, причем он действует по двум линиям. У нас отдельно соревнуются крестики и отдельно петитпойнты, габелиновые стежки. И в конце у нас в каждом из этих потоков получается по три победителя. Видите, как у нас хитро устроились. Первый победитель получает бесплатный набор СТ. Вернее, два первых победителя получают по бесплатному набору СТ. Ну а второе и третье место, соответственно, на 50 и 25 процентов скидки. Но это в конце года. Но в наш марафон вливается еще много маленьких ручейков, марафончиков. Каждый месяц у нас проходит забег выходного дня и неделя ударного труда. Тоже со своими сертификатами для победителей в двух же потоках. И более того, каждый месяц мы выявляем также шестерых победителей по итогам месяца. Поэтому у нас на марафонах можно очень даже заработать, а не просто побегать, погреться. Кстати, те из вас, кто в вашем совместном проекте вышивает наборы СТ, могут с этими же наборами просоединиться к нашему марафону. То есть, вышивая одни и те же крестики в вашем наборе, вы можете участвовать и в совместном проекте у Оксаны, и можете участвовать в марафоне на лавочке фундучка. И там и там призов много не бывает. Какие советы можете дать вышивальщице, впервые вышивающей СТ? Ну, про то, как вышивать, я уже сказала. А еще я хочу вам сказать, наверное, попросить вас о том, чтобы вы подходили к своему выбору на дизайн СТ ответственно. Что я хочу сказать. Ведь вы выбираете работу, которую вы будете вышивать целый год. А может два, да? А может три. Ну, если повезет, там полгодика. Но все равно это длительная, упорная, каждодневная работа. Вы будете вышивать одни и те же цвета, одними и теми же нитками. И это достаточно долго, это может надоесть, да? Я хочу сказать, чтобы вы не брались сразу за какие-то грандиозные работы. Чтобы вы не брали сразу тысячник, там, да? Или, ну, большую работу. И возьмите что-то такое средних размеров. Какой-то не очень навороченный натюрморт. Где какой-то камерный букет, где там нету что-то у вас фрукты, цветы, овощи, попугай сверху, да? А когда у вас вот что-то такое четко виденное, вы вышьете и будете ориентироваться, где вы вышиваете, что вы вышиваете. Это не займет достаточно, очень лишнего времени много. Вы получите результат и удовольствие, я надеюсь. Возьмите портрет. Но тоже не тот портрет, у которого еще сложный задний фон. А тот портрет, где все достаточно четко и ясно. Вот фон, он там легко шьется. Вот лицо, лицо, вообще вы не поверите, что это сделано компьютером. Оно вышивается как песня. Но, вышивая, скажем, цветочки, ну, не очень страшно, если вы перепутаете там два цвета. Ну, перепутал и бог с ним не видно, и забудьте. А если вы вышиваете красавицу, перепутали ей там один крестик в глазу и один в губах. Вы что получите? Вы получите косоглазую, беззубую красотку. То есть, цена ошибки в портрете гораздо более значима, чем цена ошибки, скажем, в том же натюрморте. И я не советую вам взять в первые работы пейзаж. Потому что, да, цена ошибки, там, если вы перепутали листик, это ерунда. Но, вы будете вышивать очень долго. То есть, когда вы вышиваете красавицу, например, вы знаете, что вот я вышиваю лицо, вот я вышиваю шапочку, вот я вышиваю сережку. Когда вы вышиваете цветы, натюрморт, вы тоже знаете, что это персик, а это там в тюльпанчик. А когда вы вышиваете пейзаж, вы вообще не знаете, что вы шьете. Вы шьете жуткую мешанину каких-то крестиков. И зеленых, или там желтых, осенних. Но вы шьете мешанину. И не факт, что из этой мешанины вообще родится что-то. Если вы ничего не перепутаете там, так, серьезно, катастрофически, да, то у вас обязательно появятся и травинки, и ствол дерева, и сучок, и какая-то там веточка изогнутая. Обязательно появится. А если вы там напутали все, то у вас ничего этого не будет. У вас будет не травинки, а какой-то каша с тога седа. То у вас не получится этот сук, на котором, собственно, листья, которые какую-то интересную форму имеют. А вы этого не видите, потому что вы шьете все время кашу. Это вот, как я бы сказал, так морально тяжело вышивать. Поэтому выбирайте что-то, что, ну, для первого, да, мы, кстати, для первого многоцветной работы, выбирайте что-то вменяемое, вразумительное, чтобы это вы понимали, что вы вышиваете. Чтобы вы там могли себя контролировать от ошибок. Потому что главное у нас не ошибиться. Чтобы получить вот результат нужный, нужно просто не ошибаться. Вы знаете, я завидую вам, вот тем, кто будет вышивать свой первый эстет. Я завидую вам, потому что вас впереди ждут такие эмоции, вас ждет такой адреналин, который, пожалуй, самый сладкий в первый раз. Вот я не умею рисовать. Ну, от слова совсем. И вдруг, когда вот из-под рук, и после там двух недель или трех недель ковыряния в каких-то одинаковых цветах, все в дырочках, ничего не ясно, схема плохая, меня обманули, сейчас все брошу. И вот, когда вы вставляете эти последние крестики, и у вас в руках абсолютно живой персик или цветок, совершенно настоящий. И вы же не умеете рисовать-то, да? А оно, вот оно, вашими руками сделанное совершенно уникальное, настоящее, как большой профессионал-живописец это вышел, нарисовал, а вы вышли. Это вашими руками сделано. Это непередаваемые ощущения, и я желаю вам всем испытать это вот чувство такого восторга. Так, как начиналась ваша история СТ, ваша личная история? Можно вкратце, с чего все началось? Как вы пришли к тому, чтобы создать свою фирму, разрабатывать свои схемы? Ну да, вкратце, да, в двух словах-то. Сейчас. Вы знаете, я никогда в жизни не вышивала. Никогда, даже в детском саду. Я советский человек. Я прекрасно знала, что если нельзя чего-то достать, то это нужно сделать самой, своими руками. Поэтому я всегда все шила из бабушкиного сундука. Я всегда вязала новый свитер из двух старых и считала, что терять время на вышивку крестиков – это самое дурацкое занятие в мире. А потом, когда уже все появилось в продаже, когда чего-то шить самой стало как-то даже глупо, и случайно в обувном магазине мой муж купил набор Риолиса, лодки, чего-то там. И дал мне и сказал, что выши, и то тебе делать нечего. Ну, понятное дело. Вот. И вы знаете, я вышила. Не спрашивайте, как. И не спрашивайте, что там на изнанке. Но я вышила. И мне понравилось. Поэтому я уже чувствую себя большим специалистом в вышивке. Пошла и купила Dimensions Lady Chateau. Три месяца вышивала, да. Три месяца. Вы знаете, моя мама, Chateau, висит у моей мамы дома, она до сих пор считает, что это самая лучшая моя вышивка. И никакие картины Эсте ее так не радуют, как вот эта Lady Chateau от Dimensions. Я тоже люблю Dimensions, вышиваю и очень уважаю. Вот. Ну, а я о том, что теперь совсем специалист. Да, я уже две вышила картины. И я решила, что все, мне теперь нужно большую настоящую картину, как живопись. И я взялась за Golden Kite, называется Диоген, который в бочке сидит. Вы знаете, вот в первый день, когда я начала ее вышивать, ковырялась только вот в первом ряду, где там небо, там штук 20 цветов в этом небе. И я плакала. Да, вот настоящими слезами рыдала, потому что я поняла, что я никогда в жизни, никогда в жизни я с этими 20 цветами не разберусь. Пришли муж с сыном, посмотрели на эту картину, молча ушли. Вечером вернулись, принесли мне раму, лупу, лампу. А я уже тут рыдать-то кончила, включила мозги инженерные, догадалась, что нужно все значки построить по рядам. То есть здесь у меня треугольники, здесь у меня квадратики, здесь у меня цветочки, здесь у меня циферки. И оказалось, что с ними в общем-то в таком виде можно работать. Я уже перестала их путать. Я уже знаю, что у меня вот эти похожи, вот эти похожи. Что цветочки вот здесь, вот треугольнички вот там. И я перестала путать цвета, потому что я перестала обращать внимание на то, какой он там голубой, серый или какой-то. Он у меня шел под определенным значком. И этот значок я в нужном месте брала и вышивала. И дело пошло. Да. Вот именно здесь у меня появились те самые первые эмоции, та самая эйфория, когда у меня из мешанины вот этих вот одноцветных вроде бы цветов, где небо, а вдруг оказалось, что там колонны, там портик этого какого-то храма греческого вдали там виднеется. А вот это вот эти серые нитки, которые я вообще считала браком, а из них вдруг родилось дерево без листьев такое вот сухое уже, коряжное, красивое. Да я же не умею рисовать-то. Вот. Вот он адреналинчик. Вот от чего начинается прилив эмоций, прилив желания шить дальше, быстрее, побыстрее. Вот. Дошила. Рассчитывала, что буду шить пять лет и всю жизнь. Вышила за девять месяцев. И, честно говоря, расстроилась, потому что дальше что делать вообще. Вот. А дальше начала критиковать то, что вышло, потому что, ну вот, у девушки веер нечеткий какой-то размазанное, и лицо как-то маленькое, конечно, но хочется получше. А у Адиогена вообще борода зеленая. Вот, раскритиковала и пошла искать, где лучше. Я ходила в Мистик Стич, в Классик Кросс Стич, в Ортесе, даже, так, про Ортесе не будем, забыли сразу. Вот. И потом я вернулась все-таки в Голден Кайт, потому что никто, кроме Маркуса, не делал картины такого качества, чтобы в них остался объем. И вот эта точная цветопередача, которую дает Голден Кайт, больше, по-моему, никто. И я имею в виду относительно живописного оригинала. Вот. Ну, дальше я начала критиковать Маркуса. Борода-то как была зеленая, так и осталась, да? Вот. И я очень много над темы думала, и даже писала в интернете. Есть такой блог, он, правда, заброшенный. Но я в нем писала свои ощущения от вышивок СТ, от схем СТ. Блог называется Хобби Штучки. Блог Спотру. Ну, значит, если интересно, вот, можете там полазить. И писала Маркусу, естественно, что, вы знаете, вот нельзя ли вот в этой схеме сделать то-то, то-то, это получше, это убрать, это подкрасить. Он мне писал так. Значит, если вам не нравится, я могу сделать все более... Вот, вот, если вам не нравится, что все в красный цвет, я вам могу сделать все в желтый. Мне не надо все в желтый, да? Мне надо, чтобы было разделение как-то цветов, и выделены какие-то там определенные моменты. Нет, этого он не делает. Он, может, регулирует вот так целиком все. Не работает с деталями. И, ну, закончилось наше какое-то такое общение с ним, когда я заказывала у него схему дубовая роща Шишкина. По-моему, у него штук пять этих схем, вот, там, в разных вариантах, размерах, цветах, солидах. Вот это все мои. Вот это я все заказывала, все оплачивала. И я ему писала, вы знаете, ну, как бы все бы ничего, но вот посмотрите, дерево, у него солнечный блик, он должен быть золотым, светиться прям, блестеть золотым. А у вас он какой-то серый. Он мне писал, что ничего подобного, у меня как раз такой, как вы прислали на картинке. Я разницы не вижу. Вот. И тогда я вот решила, что все, больше я с него ничего, как бы, объяснить свои желания не могу. Или он не хочет услышать, не знаю. Ну, к тому времени у меня уже появились вышивальные мои знакомые, которые разбираются в дизайне, разбираются в компьютерах, разбираются в картинах, в частности. И вот какой-то такой у нас созрел план, что давайте-ка мы сделаем свои схемы и получше Маркусова. Ну, вот сделали. Самое маленькое количество символов в ваших схемах и самое большое количество символов. Самое маленькое – это порядка 80. Это деловая поездка, последний снег, кошки-мышки, мороз и солнце, охотники на снегу, березка у реки. И вот это все такие от 80 до 100 цветов. Но я тоже хочу вас предостеречь, вот, как бы сказать, не ориентироваться на один только параметр. А мало цветов, давай я их сошью. Вот тот же мороз и солнце, или зимний вечер, или в лесу родилась елочка. Там мало цветов. Но они же все одинаковые. Они же все вот такие вот серо-голубые, бледно-фиолетово-желтые. Они все в одном вот этой гамме. И еще по светлой конве шить. Знаете, лучше возьмите на 180 портрет, чем на 80 вот такую вот неразбериху. То же самое касается и зелени. Потому что вот лесная дорога и березка у реки, там тоже мало цветов, около 90. Но они все зеленые. Я вам уже рассказывала про сложности пейзажа. Но к этому еще вот цветов мало, а сложностей много. Ну а самое большое количество цветов у нас. Значит, мы вообще поставили себе целью не заезжать за 200 цветов. Потому что уже когда больше 200, это уже, знаете, начинается такой. Каждый крестик своим цветом, это уже не вышивание, а издевательство какое-то. Поэтому вот мы в наших схемах больше 200 нету. Нету. Но исключение у нас есть одно, да. Да. Есть такая группа дам. Называется императрица Евгения в окружении Фрейлин. Из программы Тысячников. Вот такие вредные дамы, вы знаете, вот они из нас все жилы вытянули и всю кровь выпили. Потому что, ну, во-первых, это вообще очень сложная для перевода в схему картина. И не буду я вдаваться в подробности сейчас. Но скажу, что вот казалось бы, где там цветов 200, да, не хватает. А эти дамы, они все оделись у каждой свое платье. У каждого платья свои там розочки, украшения, цветочки, бантики. И все они своего собственного цвета. Поэтому, ну, еще из-за того, что эта картина, конечно, Тысячник, это считай 4 средних вышивки, да. Ну, вот мы им позволили этим дамам выпрыгнуть из 200 цветов в императрице Евгении у нас 220 цветов. Это исключение. Вы помните вашего первого покупателя? Первого покупателя, вот, за деньги, не помню. Ну, когда мы сделали вот первый десяток там схемы СТ, ну, я же не могла выйти к покупателям и сказать, вот, девочки, картинки, их никто не знает, но вы их покупаете за большие деньги, потому что они будут лучше, чем Голден Кайт и вообще все любые в мире другие. Ну, я же не могу так к вам прийти, да. Поэтому я попросила своих вышивальных подруг вот взяться за такой авантюрный, тогда еще неизвестный никому проект и взяться за вышивку вот каких-то схем вот этого совершенно нового, родившегося только что производителя, что получится в Отшире, да, ведь для нас-то мирила истина, это Отшир. И я очень благодарна этим девушкам, которые поверили мне, поверили в СТ, и которые взялись потратить свое время и силы на вышивку вот чего-то такого, не знаю пока что получится, и начали вышивать. И вот только когда уже перевалили за половину своей вышивки, когда уже стало понятно, что вау, это круто, вот это правда круто. И вы понимаете, это же не только у меня круто, ну, может быть, у меня круто, а остальное все фигня, да. Нет, они же все, вот все, кто вышивали, они все одного уровня, очень хорошего уровня, даже те первые работы, они уже были суперскими, да. И вот, девчонки, кто это вышивал, те, с кем мы начинали весь этот проект, конечно, мы их помним, я с любовью, благодарностью к ним отношусь, потому что если бы не было того нашего первоотшего, или если бы он был неудачный, то не было бы сейчас и СТ, и нас бы тоже не было. Были ли в вашей практике курьезные или смешные истории? Можете рассказать? Да, да. Но смех у нас в основном на выставках, особенно в городах, где мы раньше не были, приехали в первый раз, и нас первый раз увидали. А сначала все ходят просто мимо, потому что, чего эти художники здесь делают, да. Потом начинают обращать внимание более пристальное, подбегать к нам, приходить, возвращаться. и спрашивают так, это вышито? Да нет, вы обманываете. Это вышито вручную? Да не может быть. Где вы столько сумасшедших найдете все это вышивать? Да вы нам обманываете. Это мошенник, это китайцы, да. И еще мне нравится вопрос такой, а вы шелк вышиваете шелковыми нитками, а шерсть шерстяными? А перышки в шляпку вы как делаете? Я очень помню одну женщину, очень приятная, интеллигентная женщина, очень долго стояла, ну, в некотором отдалении от нашего стенда, она стояла, и с под очков катились слезы. Это было долго. И я просто подошла к ней, потому что, ну, как-то, подошла, спросила бы, что-нибудь случилось, чем-то мы, вот, что, в чем дело, почему вот такая реакция на наш стенд. И она сказала такую вещь. Она мне сказала, вы знаете, я вышиваю всю жизнь, и только сейчас поняла, что я до сих пор тащусь на телеге, когда люди уже давно ездят на Мерседесе. Мужчин очень люблю, которые подходят к нашему стенду. Один мужчина, это было в Санкт-Петербурге, вот, было свободное место, и он, он так подойдет ближе, отойдет дальше, вправо, влево, и все вот смотрит куда-то. Я у него спросила, говорю, а что вы так вот рассматриваете со всех ракурсов? А он говорит, а вы знаете, она на меня смотрит. Он говорил о нашей вышивке, о нашей картине девочка в платке. А у нее действительно есть такой эффект. Как вступить в клуб лавочки фундучка? Да, наш клуб называется клуб на лавочке. В него входят те, кто вышивает или хочет вышивать дизайны СТ. Члены и кандидаты в члены клуба имеют льготы, 2-3-5% скидки на покупку наборов СТ, а также всякие разные льготы и преференции, например, право участия в играх, конкурсах, лотереях, выставках и так далее. Членом клуба может стать каждый, кто вышел хотя бы один дизайн СТ, а кто еще не вышел, а только собирается, может стать кандидатом в члены нашего клуба. Вступить в клуб совсем не сложно, нужно просто написать заявку на страничке нашего форума о том, что прошу принять меня в члены клуба на лавочке, предварительно, обязательно прочитав права и обязанности и устав нашего клуба. Приходите к нам в клуб, мы будем ждать с удовольствием. Вы сейчас вышиваете? Сколько наборов СТ и какие вышили лично Вы? Ага, ну да. К сожалению, растущая популярность лавочки совсем не оставляет мне время на вышивку. Я даже станок в деревню отвезла, но зато там я запойная вышивальщица. Я могу сидеть от рассвета до рассвета, пока глаза не закроются, и мои домашние меня даже не трогают. Поэтому все каникулы, праздники, выходные, когда получается, я там. Многоцветок у меня 3 ГК, Classic Cross Stitch, Mystic Stitch, что-то еще есть. А СТ у меня 2 законченных работы, это Персик в Круге и Древние Руины. И сейчас я начала вышивать дорогу в детство. Медленно. У вас большая команда? Можно немного рассказать о ней? Нет, у нас маленькая команда, меньше 10 человек. И я их ужасно эксплуатирую, потому что каждому приходится выполнять несколько видов работ. И я не хочу увеличивать штат наших сотрудников, потому что это немедленно отразится на стоимости наборов. Мы же с вами не хотим, чтобы стоимость еще больше выросла. Хватит у нас того, что евро растет не по дня, по часам, а все наши материалы покупаются за евро. Это Цвайгард и ДМС. И мы вот два года не повышали цены, но, к большому сожалению, на сегодняшний день евро для нас достиг уже критического размера. И если он еще подпрыгнет, вот, боюсь, что мы тоже вынуждены будем подпрыгивать. Как вы отдыхаете? С вышивкой или от вышивки? Я так редко встречаюсь со своей вышивкой, что, конечно, я с ней отдыхаю. Ну, вот понимаете, я действительно запойная вышивальщица. Я могу сидеть там 20 часов неотрывно за вышивкой. Я могу там всю праздничную неделю, вот, новогодних каникул жду, сидеть, не отрываясь. Да, я вышью много за эту неделю. Да, я в день буду делать там по тысяче, по полторы тысячи крестиков. Да, у меня будет большой отшитый кусок. Но потом я не буду вышивать два месяца. И вот те мои вышивальные подруги, кто вышивает помалу, там пусть она 100-200 крестиков в день делает, но каждый-каждый день. И вот она закончит свою вышивку быстрее, чем я со своими вот этими большими количествами крестиков и долгими часами просиживания одномоментно. Вот главное, это такая регулярность, которая у меня никак не получается. Ваша личность старшей вышивки. Сколько у вас вышитых работ? Вы помните свою первую вышивку? Ну да, я, пожалуй, уже все рассказала на эту тему. Моя первая вышивка лодки, она так и висит у меня в деревне, на видном месте. Вот такая первая работа. А, кстати, вторая работа, которая у меня тоже висит в деревне, тоже на глазах все время, это «Венеция тортессия». Я ее тоже вышила, потратила на нее, честно, три месяца своей жизни. И, вы знаете, вот пока вышивала, я все пыталась понять, почему у меня небо полосатое, почему у меня дом цвета моря, а море такое же зеленое, как этот дом. Ну, спрашивала вот на форумах, как вот все бы спрашивали, спрашивала на форумах, мне давали совет, что ты шей до конца, когда ты дошьешь окончательно, в рамочку оформишь, на стеночку повесишь, ну, очки снимешь, свет выключишь, будет все в порядке, да? Так вот, для этого она у меня висит. Вот как, знаете, напоминание, что, Ира, будь внимательна при выборе своей работы, потому что это время твоей жизни. И сразу смотри, если небо полосатое, выброси и не трать свою жизнь на халтурные схемы. Вот, относиться критически к выбору своей будущей работы меня очень хорошо научила этот артесси. И эти три месяца жизни, потерянных на, в общем, халтуру, они сейчас меня очень, наверное, удерживают от того, чтобы не вляпаться еще раз. Ваши любимые аксессуары для вышивки. Какой посоветуете станок? У меня много любимого. Вот, на днях мы опубликовали на YouTube, на канале «Лавочка фундучка», ролик про ножницы. Эти чудо-ножницы позволяют вышивать, не переворачивая раму. И очень много времени вышивального они мне экономят. Что касается станка, вы знаете, я очень долго и очень так придирчиво выбирала станок, перепробовала кучу таких деревянных подставочек, все повыбрасывала. И несколько лет вышивала просто на гладильной доске. Вот, гладильная доска, на ней у меня была лампа, большая лампа, и прислоняла к ней, ну, всякие вот аксессуары, тут иголочки, все лежало, и прислоняла к ней раму, вот, видите, у меня животик есть специально для этого. Вот, прислоняла раму и вышивала на этой, на этой гладильной доске. Я уже знала, какой я хочу станок, но этот станок производился в Америке, и он металлический. Тащить груду металла из Америки, ну, сами понимаете, да, никаких денег не хватит. А потом вдруг, в США случайно, я узнала, что такой же станок делает замечательный мастер Алексей из Таллина. Ну, Таллинн-то это вообще рукой подать, да, по сравнению с Америкой. И вот мы познакомились с Алексеем, замечательный человек, замечательный мастер. И я вышиваю на его станке. Это станки называется Аммоник Фэктори. Заходите к нему и все увидите сами. Ролик про рабочее место вышивальщицы тоже будет на канале, на нашем канале Ламочки Фундучка в Ютьюбе. Вот они готовятся к эфиру. Несколько вариантов с тем, чтобы вы сами могли выбрать то рабочее место, которое удобно именно вам. Не мне, не моим коллегам, а именно вам. Каждая должна сделать рабочее место для себя. Ну, самое главное, конечно, это хороший свет. И это хорошая рама с хорошей натяжкой. А еще маркеры, а еще стежкоукладчики. Ну, в общем, много всяких прибабазиков, о которых мы постепенно будем тоже рассказывать на нашем канале на Ютьюбе. Ваши планы на 19-й год. Какие планируются наборы СТ, какие картины планируется взять для разработки схем? Как ни странно, мы не вольны в своих планах. Все наши новинки рождаются по вашим заявкам. У нас есть программа первой покупки. Вы можете прислать изображение своей мечты, только, пожалуйста, в большом размере и хорошем качестве. И если это изображение пригодно для создания схемы, и на него есть нет ограничений по авторским правам, то мы ставим вас в очередь и выпускаем эту схему. Вы ее, мы пока, когда мы одни работаем, мы советуемся с вами, вот, с заказчиком относительно ее размеров, там, какого-то иногда кадрирования, каких-то деталей. То есть мы учитываем ваши пожелания, по мере возможности стараемся их воплотить в жизнь и вы покупаете эту картину, этот набор по этой картине, вы первый покупатель. Цена будет точно такая же, как и для всех остальных покупателей, ни дешевле, ни дороже. Вы также можете взять картину из сундучка мечт. У нас на сайте есть сундучок мечт, где лежит множество картин. Они разделены на три сундучка. Сбыточный сундучок, возможный сундучок и, к сожалению, не сбыточный. Вот из первых двух можно выбрать картину, которая вам понравилась и точно так же определить ее по программе первой покупки, направить нам ваш заказ. Так что вы и формируете нашу номенклатуру, все наши дизайны, которые мы выпускаем. Приходите, выбирайте, приносите свои мечты. А личные планы? Что планируете вышить в девятнадцатом году? И в девятнадцатом, и в двадцатом, и дай бог, чтоб не в двадцать первом, я вышиваю дорогу в детство. Ваш любимый набор из-то и нелюбимый, если такой есть. Почему? Ой, вы знаете, я их всех люблю, особенно, когда они приезжают уже в отшитом виде ко мне для выставки. Вы знаете, что удивительно, вот кажется, когда мы делаем схему, я же ее рассматриваю по миллиметру, я же там пишу дизайнерам, что вот вы знаете, вот этот лепесточек у третьего с левой цветочка, он там недостаточно, да? И кажется, что вот сюрпризов ждать неоткуда. И все равно, каждый раз, когда приезжает готовая отшитая работа, обязательно появляются какие-то сюрпризы, то, чего ты не ожидал. Вот осень березовой рощи приехала, а я к ней вообще говоря скептически относилась, потому что вышивалась она сверху, и там вот эти вот не очень ясные, не очень явные желтые верхушки берез, и как-то вот я думаю, да что же вот чего-то как-то вот не хватает в этой работе все, она приехала вся полная. Я увидела эту реку внизу, в которой листочки, в которой отражается вся эта верхняя осень, и это такой 3D-эффект, это такой объем, которого придумать невозможно, мне даже кажется, что он в живописной работе не настолько виден, не настолько ощутим, сколько вот в этой вышивке. и вот такого объема, такого 3D-эффекта, ну, никак нельзя было ожидать, глядя просто на картинку. А елочка в лесу, когда она только появилась у меня в руках, я увидела только верхнюю часть, но глубину этого леса, в котором эхо звенит, и ты это слышишь. А после дождя, ведь, вы знаете, когда на нее смотришь, умом понимаешь, что не может такого быть, но ты явно это ощущаешь, там листочки трепещут. На вышитой картине видно трепет листочков. Вот как это? Не знаю. А нелюбимых у меня нет, потому что мы их выбрасываем. Выбрасываем еще на стадии разработки, когда становится понятно, что хорошей качественной схемы не получится, мы ее бракуем и выбрасываем. Выбрасываем, кстати, много и много даже желанных мною схем тоже пошли в корзину. Но, знаете, я вот думаю, что лучше погрустить недельку по поводу того, что твоя мечта не получилась и найти другую мечту, которая получится и которую вышлешь, и она будет качественная, будет радовать и тебя, и твоих родственников, и друзей, и всех людей, и не будешь грустить о том, что не сложилось. А той, которая нравилась, но не получилась, ну, ведь можно же заказать копию, сделать печать на холсте, сделать просто постер, повесить в рамочку и радоваться ей такой, какая она в мечтах жила. Вот Жанна пишет Много цветов не боюсь, боюсь плохую схему. В СТ схемы не очень-то. Ах, как я с вами согласна, Жанна, вот на сто процентов согласна. Мы же с вами вышиваем чужие схемы и тратим на это свои годы жизни. И если нам дали хорошую качественную схему, то через год работы я герой, я художник, я творец, я горжусь. А если мне дали плохую халтурную схему, то что? Ну, будут про нас говорить, что ну что там, она домохозяйка, как матроскин там что-то вышивает, поэтому у нее везде и пятна, и небо в полосочку. Да? А это же наши годы жизни, потраченные либо на шедевр, либо в пустую. Поэтому я очень призываю очень придирчиво выбирать себе схему. Самое надежное, конечно, это увидеть готовую отшитую работу. Поэтому ходите на выставки, участвуйте в вышивальных клубах, ознакомьтесь с другими вышивальщицами из ваших городов, кто уже, может быть, вышел такую работу. Это стопроцентная гарантия того, что вы вышлите именно то, что вы видите своими глазами. Ну, я понимаю, что найти, конечно, такую вышитую свою мечту это довольно сложно. Поэтому найдите фотографию этой своей вышитой мечты. Только не такую, которая маленькая идет, вдалеке виднеется, а такую, которая увеличивается. вы можете рассмотреть каждую деталь, каждый крестик, посмотреть, как там пролисованы вот как раз эти самые мелкие детали. Вы их видите, они хорошо выглядят, и склейте изображение своей мечты, исходник, репродукцию картины, и вот этот вот тот шиф. Склейте их рядом вместе, вот в одном экране, и сравните, они похожи друг на друга? Нет? Не нашли отшитого изображения? Хорошо. Тогда посмотрите другие отшивы этого же производителя. Посмотрите, их много. Вот вы 20 штук нашли, посмотрели, и все 20 вам нравится. Ну, наверное, 21 будет хорошее. А есть такие дизайнеры, где у него 3 хороших 8 фигни. Вот здесь уже риск. Либо вы рискуете и вышивать 21, либо подождите, пока кто-то другой это сделает за вас. Ваше пожелание вышивальщицу в преддверии нового года. Вышивать картины, и не картины тоже. Скатерти, платочки, очешники, закладки, все что угодно. Лишь бы вы выбирали качественные схемы, чтобы этот год и все следующие года были потрачены не на чью-то халтуру, а на шедевры дело ваших рук, которыми вы будете гордиться и радовать себя, своих близких, своих внуков, правнуков и так далее, и так далее, и так далее. С Новым годом, дорогие вышивальщицы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова